Если хотите, я всем покажу. Единоборцы, чему ты должен учить? Чтобы ты морально был устойчивый. Не беситься. Да, всегда. Ну, это нереально, по-моему. Это в идеале. В идеале. Такое редко бывает. Ты же сам заводишься. Я завожу. И я завожу. Кто заводится? Я завожу. Для камеры. Понимаешь? Понимаешь? Все правильно. Я заведусь. Я заведусь. Я заведусь. Ну, мне кажется, кто ногами не работает, вообще очень мало шансов против тех, кто с ногами. Не, ну, гуляют же такие мифы, что вот боксер там придет на чемпионат по тайскому боксу и всех хорошим боксом там положат. Ну, боксеры любят так говорить. Выходили в боксеры? Приведусь, да. Хочу поддать. Или есть соревнования? Я не скажу. Что? Придумано точно. Ну, это просто... Нет, просто... Ну, посмотрел, как у него будет мой, конечно. Просто чистый максимум он не может поставить на первом бою, поэтому он может себе подстрелиться на мою. Да. Апортизирует неожиданно. Потом его сразу приустраивают, подстраивают и все и что-то... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, для тех из вас, кто совсем недавно открыл для себя канал Боевые Ботаники, возможно сегодня сделал это Напоминаю, что практически со всеми участниками сегодняшних спаррингов у нас уже были очень интересные, полезные и веселые выпуски Все ссылки в описании ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бокс не завезли, по-моему, в этом раунде. Хорошо, пол вам. Хорошо, пол вам. Он, по-моему, еще выступает, ну, либо закончил совсем недавно. Но большинство наших героев – это действующие тренеры. Отнеситесь, пожалуйста, к этому как к дружеским поединкам, в которых, тем не менее, можно что-то увидеть. Напомню, что изначально мы хотели проверить тайминг и скорость, а не кто кого замочит. 90-килограммовый Виталий Дунец или 43-килограммовый Антон Шаманин. Антон, привет. Да, я знаю, что ты не 43, это шутка. Мне показалось, что ты пытался сблизиться, а не смог выйти на свою дистанцию рабочую. А смысла нет, потому что у него рычаги руки побольше, и он встречает. Вот, а в остальном самое главное – это был бы весовая категория майор, можно было бы зарубиться. А с ним смысла нет. Я пару раз попадаю, и встречку попадаю. Нельзя лезть, потому что совсем другая силовая, силовый удар. Он может также встретить меня и навстречу, и все. И на этом все закончится. Урал, а почему вертухи, как с Юрой, не пытался кидать? Потому что высокие? А смысла нет, потому что я бы не достал. Или он встречал бы, потечки делал бы, я только разворачивался бы. Или колено я бы заряжал бы, или по голове бы надавал бы. Весовая категория был бы мой, можно было бы хорошим показать бой. Вес имеет значение. Что бы ни говорили, да, он не был. Вес имеет значение. Вес имеет значение всегда. Я считаю, что этот бой ничего не показал, потому что у парня, парень, во-первых, меньше меня гораздо, во-вторых, нога у него болит. Поэтому так чисто поиграли. При прочих равных, если одинаковая техника, конечно, рост влияет. Если вес одинаковый, техника одинаковая, рост влияет. Если рост одинаковый, техника одинаковая, вес влияет. Потому что если у меня больше веса, я удар легче переношу. У меня масса тела поглощает удар намного эффективнее, нежели, допустим, когда я бью. То есть масса, она, даже жировая масса, она это полезная масса. Правильно, у него рычаги длинные. Он сейчас работал и ногами, и руками. Второй партнер работал только руками, но это нереально. Он спокойно, придержал красиво на дистанцию. Дал где-то поработать, не дал подойти на дистанцию, не дал отработать на дистанции второго человека. То есть он просто показал свое прямоходство с точки зрения... Вопрос опять о тайминге. А вот это тоже тайминг, правильно? Придержать дистанцию, время. Подержал, потом отпустил, кинул ножку вовремя. Опять отошел. Вот это весь тайминг. То есть это тоже тайминг не то, что своевременно ударить в разрез, а вот тоже он бьет просто вовремя и не дает бить второму оппоненту. Ну, однозначно мой тайминг, если говорить, кто победил об этом. Ну, опять же, все уже сказали, разница в весе, разница в росте. Поэтому такая легкая работа. Ну, я бы даже не сказал, не стал говорить, кто победил, потому что это не было даже боем, даже в спарринге вот таким серьезно не было. Ну, такая тренировочная работа, там, кошка с мышкой. Потому что, действительно, когда у человека легче, короткие рычаги по сравнению с Виталиком, и он не бьет ногами, ну, а боксер против человека, который бьющий ногами, вот еще при таких разницах в агбаритах ничего поделать не сможет, к сожалению или к счастью. В общем, бокс не работает, да, Маш? Мы это оставим просто. Бокс не работает, как обычно. Не то, что бокс, как и не работает, а я еще раз говорю, я могу с ним один раунд порубаться, вы увидите совсем другой бой. Но смысла нету, вот то, что побиться. Я буду по голове получать. Ну, я понял, да, я шучу, что бокс не работает. А так, вот, я бы сейчас на уровне, вот, именно чисто мастерства, если хотите, вот, всем покажу, как работает бокс. Просто смысла нету по голове получать в ответ. Ну, мы показываем просто не за руку, как-то. Да, не за руку, а тут, видите, дистанция. Тайминг будет сегодня? Я хочу увидеть тайминг сегодня. Это модная новая. Ну, сейчас с Юра, с Антоном, вот будет тайминг. Юр, ты готов? С Антоном. Ну что, друзья, ваше мнение. Неужели у бокса совсем нету шансов против муай-тай? Или это конкретно в этом спарринге пошло что-то не так? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментах и проголосуйте в нашем опросе. Не забудьте поставить лайк и сразу переходите уже к следующей серии, к заключительной, шестой серии этого сезона наших спаррингов, где сойдутся представители двух видов единоборств, в котором, по идее, должна быть самая высокая скорость и лучший тайминг. Тэквондо против каратэ. Антон Шаманин против Юрия Киршева. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин